То, что мы сегодня видим в Москве, это напоминает какую-то спецоперацию, где-нибудь там в Чечне. Мы ночь провели во дворе, на военной базе, мы будем выбирать из тех, кто убил меньше людей. Вы не жмёте друг другу руки с Навальным? Нет, нет. Как тебе дворец в Геленджике? Уникновенно маленькие пипички. Никакому Навальному даже не снилось, что такое можно вообще устроить на ровном месте. Ты долларовый миллионер? Завтра мало не покажется никому. Привет, друзья. Записываем выпуск прямо на следующий день после того, как Алексею Навальному заменили срок с условного на реальный и наш герой Илья Варламов. Привет, друзья. Новостей произошло много. Илья Варламов, который с Навальным в очень непростых отношениях. Виноват в этом, конечно, Навальный. Илья Варламов, который в этом процессе везде, на каждом митинге. Несколько сотен человек идёт по Петровке в сторону центра. Илья Варламов, общественно-политический блогер, дипломированный архитектор, журналист. Честно сказать, немножко переживал, будет ли съёмка, потому что смотрел твои прямые эфиры вчера. Так. Четыре раза тебя задерживали, арестовывали в этом году. Честно сказать, перелив какую-то вип-камеру с ржавой кроватью, пауками и гнёздами чёрных африканских пчёл. Скорее задерживали, чем арестовывали. То есть, арест всё-таки немножко другая. Ну да. Тебе подходят сотрудники в форме? Уже что-то вообще нормальное, обыденное, или ты думаешь, что в этот раз будет что-то? Тут есть такая вот, мы с тобой как люди такие медийные, есть небольшая такая проб-деформация, когда для кого-то это ужас, кошмар, какой-то ЧП и так далее, а ты сразу контентик подъехал. Потому что сразу понимаешь, может будет какая-то история, может быть будет там трафик, может быть будет картинка, может быть ещё что-то. Ну, звучит это немножко так дико, да, но есть ситуации, которые условно, ты понимаешь, что они относительно безопасные, что там ничто не угрожает твоей жизни и здоровью, но какие-то неприятности, которые всегда можно обратить в плюсы. Я, кстати, учу там своих знакомых, ну, немножко иначе к этому относиться. Вот банальный пример, ты сейчас напомнил про Африку, в Африке я был с друзьями, которые вот первый раз ещё оказались в такой ситуации, что кто-то задерживают какие-то там военные, чекисты, ещё что-то, они начали там переживать, вот мы ночь провели во дворе на военной базе, просто на песке, в окружении военных с изъятыми вещами под арестом, провели ночь на военной базе в Южном Судане. И такое они выставляют, как в шоке, говорю, хорошо, ребята, посмотрите на ситуацию по-другому, да, вы могли провести эту ночь в сетевом пятизвёздочном отеле. Спустя неделю вы даже не вспомнили бы его название, потому что это просто совершенно была банальная, пустая ночь, которую бы вы просто забыли и всё. Теперь вы получили, проведя ночь на военной базе, вы получили воспоминания себе на всю жизнь, вы стали гораздо богаче, у вас появилась история, которую вы будете рассказывать, не знаю, детям за столом и так далее. Возможно, это одно из самых ярких вообще событий в вашей жизни, и, собственно, для чего мы живём? Мы собираем эти впечатления, для чего мы путешествуем, мы собираем какие-то такие моменты яркие. Да, хорошо, но некоторые такие задержания в Москве заканчиваются ударами, дубинками по голове. Да, 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 и ещё раз, да, здесь понятно, что нужно как бы чётко разделять. Когда ты понимаешь, что тебе там ничего не угрожает, да, что у тебя просто в жизни появляется какая-то история, я стараюсь, ну, чтобы не сойти с ума, да, чтобы не впадать в депрессию. Это просто совет, как видеть в любой херне непонятной, как видеть что-то хорошее, позитивное. То есть надо просто воспринимать это, что ты получаешь какие-то эмоции, ты получаешь свою копию, какую-то историю, ты получаешь какой-то опыт, который тебя обогащает. То есть это такое повышение квалификации. Вот, относительно дубинки и всё остальное, действительно, да, иногда эта история там переходит в какую-то грань, когда помимо впечатлений ты можешь получить какой-то вред там собственному здоровью и так далее. Но это да, это определённые риски, и здесь надо очень внимательно, осторожно к ним подходить. Слушайте, а вот мимо чего вы не можете пройти в интернете? Видео с котиками? Роботы Boston Dynamics? Или тиктоки Ольги Бузовой? Скажу за себя, я не могу пройти мимо фотографии красивых интерьеров квартир. Как и многие из вас, в прошлом году я много времени проводил дома, и по-другому посмотрел на привычные вещи. Например, меня всё чаще стали посещать мысли о ремонте. И недавно моя мечта о стильном, но недорогом ремонте стала ближе. Я узнал о сервисе Угол. Угол – это онлайн-сервис по организации ремонта. Здесь ваши мечты о дизайнерском интерьере превратят в реальный, недорогой ремонт. Всего за 2 дня и 10 тысяч рублей на Угол вы получаете дизайн-проект в 3D. Всё это работает легко и понятно, всего в несколько шагов. Заходим в галерею стилей, выбираем понравившийся интерьер, загружаем планировку своей квартиры, ждём не больше двух дней и получаем тур по квартире в 3D со списком все мебели и материалов. Все товары можно найти в крупных строительных и мебельных сетях города. Угол полностью берёт на себя процессы ремонта. Контроль рабочих, доставку материалов, технадзор, общение с управляющей компанией. Вы только принимаете готовую работу, при этом получаете гарантию качества 2 года. А главное, что абсолютно всё можно делать онлайн. Для меня это очень важно. Просто следишь за ремонтом, пока едешь на съёмку или на эфир. Контролировать процесс онлайн, когда удобно, и не думать о нём каждую минуту. Всё чётко. Общение с личным менеджером в чате, фотоотчёты, чеки, детальные акты на экране смартфона. Вот так моя мечта об отличном ремонте всего за пару кликов превратилась в реальность. Переходите по ссылке в описании и посмотрите, как могла бы выглядеть ваша квартира с новым дизайном. А по промокоду Macarena нижнее подчёркивание 20 вы получите скидку 20% на заказ дизайн проекта. Или по промокоду Macarena индивидуальную консультацию дизайнера угол. Сделайте шаг к ремонту своей мечты. Замена условного срока на реальный, это же вообще не удивление, да? Конечно, все понимали, если здраво рассуждать, если смотреть на всякие сопутствующие истории, все говорило о том, что Навальному будет реальный срок, ему изменят меру пресечения, приговор будет не в его пользу. Но всё равно терпилась какая-то надежда, всё равно хотелось какого-то чуда. И поэтому, когда вышла судья, когда она сказала, что приговор не в пользу Навального, все охуели, хотя казалось бы, но было понятно. Было понятно, но всё равно оставалась какая-то надежда на чудо. Сам Алексей понимал же, возвращаясь в Россию, что так будет? Ну, конечно, понимал. Я не думаю, что он был прямо уверен. Если просто мы посмотрим всю историю Навального, там было много случаев, когда по каким-то причинам его не сажали, его отпускали. Я думаю, когда они оценивали риски, я думаю, в его плане было в том числе, что ему позволили дальше работать, как он делал это раньше. Он знал, что у него есть условный срок. Понятно, там можно пару раз говорить о том, что дело сфабриковано и так далее, и так далее. Если мы рассматриваем всю эту историю объективно, он вёл себя достаточно корректно, он отмечался, где мог отмечаться. Конкретно по тому, что его задержали, там же адвокаты всё объяснили, что Навальный был на лечении. Когда-то выходят сотрудники ФСИН и говорят, мы не знали, где вы были, но это полнейшая глупость. Да, естественно, это абсурд, но были неявки до больницы и до комы. Они были не неявки, они были по согласованию ФСИН, то есть когда у тебя есть испытательный срок, ты должен отмечаться. Как это происходит? Это происходит, что тебе говорят, ты должен отмечаться каждый понедельник. Делается для того, что твой сотрудник полиции, который тебя курирует, он видит, что ты ведёшь нормальный образ жизни, ты не скрываешься, ты проживаешь там по какому-то адресу и так далее, ты должен отмечаться. Понятно, что на протяжении 5 лет ты не можешь каждый понедельник приходить и отмечаться. У тебя может что угодно, ты можешь заболеть, ты можешь уехать к маме на дачу, ты можешь там, может случиться всё что угодно. Поэтому это обычная практика, когда ты звонишь и говоришь своему, не знаю там, куда он там ходит в этот отдел, да, и говоришь, вы знаете, я сегодня не могу, да можно я приду завтра. Все говорят, да вообще без проблем. То есть если у ФСИН были бы претензии, адвокаты же логично спрашивают, ребят, а почему, если у вас тогда были претензии по этим случаям, почему вы никогда это не озвучивали? Раньше. Да, то есть они могли сказать, нет, чувак, знаешь, нам нужно, чтобы ты отмечался каждый понедельник, иначе тебе жопа. Вот, они этого не говорили, это понятно почему-то, это совершенно нормальная практика. То есть, ещё раз, мы имеем дело, здесь вообще важно понимать, с условным сроком, который прошёл давным-давно, он закончился. А дальше уже идёт испытательный срок, который мы ещё накидывали. То есть это дело, кроме того, по статье, которую даже уже отменили, то есть Навальный сейчас сидит по статье, которого уже даже нет в уголовном кодексе, потому что её отменил Конституционный суд, как неконституционный. А вот этот пункт по ЕСПЧ, ты разбирался? Ну, он же не отменяет приговор. Он не отменяет приговор, он говорит, что необоснованное преследование было, да. ЕСПЧ, как необоснованное преследование, Навальному предписал выплатить компенсацию, и ему эту компенсацию выплатили. А ЕСПЧ позвонить, сказать так, отметьте приговор, он не может. Это следующая инстанция, которая даёт оценку того, что с тобой происходит. А дальше, по идее, должны были это дело пересмотреть, они его не пересмотрели в России. Мог ли, соответственно, Алексей сделать что-то, чтобы... Ну, он же понимает, насколько он важная фигура сейчас. Чтобы не было этих промахов с ониявками, чтобы всё это было чисто. В России нет независимого суда. Судиться сегодня с государством ты не можешь. Если сейчас тебя задерживают на митинге, у меня вчера знакомого, он вышел с работы, его задержали на митинге. Я знаю эту историю, он не публичный человек, это не то, что он там что-то придумывает, мне разотянул. Я его знал, я знал, у него офис, он просто вышел, он на Дмитриевке работает. Его задержали, его вместе со всей толпой кинули в автозак. Он вышел с работы, шел в кафе, чай подкился с работы. Его кинули в автозак. На него составили протокол, стандартный совершенно. Где написали, кричал, перекрывал дорогу, ну всякую фигню. Сейчас у него будет суд через два дня. Как думаешь, какие шансы у него выйти в суд и сказать, ребят, я вышел просто из офиса, я ничего не кричал, протокол этот поддельный. И давайте судить не меня, а давайте судить тех ментов, кто нарисовал этот протокол. Вот ты как человек, кто живет в России, есть ли у него шансы или нет, как думаешь? Шансов откровенно говоря, мало. Ты как-то говорил, что когда твоя дочь вырастет и захочет пойти на митинг, ты пустишь? Тут надо понимать, что митинг это совершенно нормальная часть процесса диалога общества и государства. Это при этом, она не просто нормальная, это очень важная часть, она прямо гарантирована в Конституции. Есть у нас 31 статья Конституции, которая гарантирует тебе право выходить на улицу. Я часто привожу примеры, когда много работал в Германии, тоже освещал протесты и все остальное. И один раз я стал свидетелем, как немецкие условно правые, которые там вообще воспринимаются как неонацисты какие-то. Они идут маршем по городу, я не помню как называется партия, против мигрантов, против еще чего-то. Но когда они идут по Берлину, местным населением они воспринимаются как Гитлер встал из могил и идет. Берлин это один из самых антифашистских городов в мире. То есть вот такие там просто супер леволиберальные вся эта тусовка. Известно, что для Германии... Да, это вообще такая травма и все. Тем не менее, там идет, честно, несколько десятков. Вот этих вот просто правых, я не могу сказать, что они неонацисты, они конечно не неонацисты. Просто такие вот правые консервативные ребята, которые аккуратненько говорят, а может давайте нафиг мигрант. Собирается весь город, чтобы их отпиздить. Просто реально собираются там, бабки выходят из дворов там с какими-то кастрюлями. Вот эти вот антифа ребята у этих черные все с какими-то камнями там стоят и так далее. И идет немецкая полиция, которая защищает их, потому что у них есть право пройти по городу. Чего можно добиться? Всего можно добиться митингами. Ну, если мы посмотрим в историю, ты можешь добиться митингами смены власти. Ты можешь добиться митингами там изменения. Без насилия? Конечно. Просто митинги? Ну, конечно. Слушай, мы видели массу там ненасильственных каких-то революций. Начиная там, не знаю, от последней Киргизии. Да, там один человек погиб, но понятно, что в целом это ненасильственная революция, когда там начинается какая-то гражданская война. Да, да, как где-нибудь там в Ливии. Мы видим, что люди буквально за несколько дней они добились там смены власти. Ну, не знаю, ты видел или нет? Интервью у Дмитрия Гордона был чучваркин. И там, среди прочего, они обсуждали то, что вот в Минске ОМОНовцы бьют людей, а белорусы не отвечают им. Они говорят о том, что, ну, украинцы бы там, кто-то бы сверху уже открыл бы огонь, кто-то бы достал свою пушку и сделал бы это. Но белорусы просто другие. Они бы так не стали делать. А русские какие? Слушай, я не знаю, какие русские, но ментально, конечно, русские более эмоциональные. В первую очередь потому, что у нас больше вот этого кровесмышения есть. То есть, у нас там та же самая Москва, да, и там крупные города, они не мононациональные. И мы видим, что здесь есть может какая-то часть населения, она такая спокойная там и может быть такая слишком мягкая. Но есть очень много ребят, просто эти пираменты и так далее, кто по-другому реагирует на несправедливость, которую он видит. Вот, поэтому я думаю, ну, в случае как бы эскалации всего этого конфликта у нас народ будет действовать жестче, чем это делали белорусы. Ты человек, который не раз говорил, что, ну, когда-то хотел бы добраться до работы мэром. Вот представь, ну, вот сейчас же в мэре сидят люди и они же чувствуют вот этот уровень тревоги в городе. Ну, когда люди и так, известный факт, да, что, ну, стереотип про то, что когда ты видишь сотрудников полиции, ты чутка напрягаешься. Да. Сейчас еще больше. У меня коллега есть на работе, она говорит, что она живет рядом с Мосгорсудом, собственно. И позавчера, за день до суда, уже там были люди, была Росгвардия. И когда они идут домой с дочкой, ее спрашивают, во-первых, там адрес и так далее, паспорта и спрашивают, как вы относитесь к Навальному. Ну вот, вот как это? Беспредел. Слушай, город перевели у нас, вот мы, сегодня у нас 3 февраля, мы снимаем этот выпуск. Город уже неделю находится на таком вот военном положении. То есть то, что мы сегодня видим в Москве, это напоминает какую-то спецоперацию где-нибудь там в Чечне, где зачистка каких-то сел, где укрываются террористы. Мы видим блокпосты, мы видим натуральные какие-то обыски. Вчера вечером люди, которые просто заходили в метро Кузнецкий мост, там была полиция, которая фотографировала там у молодых людей паспорта, смотрели сумки там, обыскивали при выходе из метро, закрывают станции метро, везде какие-то оцепления, ночью по городу ходят просто эти толпы этих космонавтов в полной защите. То есть мы видим какую-то вот контртеррористическую операцию. Твой прогноз, что будет дальше? Сложно прогнозировать, потому что нынешний политический кризис, понятно, что он рукотворный, он спровоцирован действиями власти. Ни какому Навальному даже не снилось, что такое можно вообще устроить на ровном месте. То есть если бы там отмотать дело вообще на полгода назад, когда Навальный был в России, когда вообще всё было хорошо, когда никто его не травил, и вот мы сейчас находимся с тобой, не знаю, где-нибудь там в июне, в мае там, или готовиться голосовать за Конституцию. Вот сейчас на заднем сидении с Велой Навальный. Вот. И мы говорим, Лёш, слушай, тут дело такое, а ты можешь что-нибудь такое намутить, чтобы через полгода по всей России шли беспрецедентные митинги просто каждый день, чтобы все города были оцеплены, чтобы были тысячи задержанных вообще каждый день, и чтобы каждое утро мы начинали не со сводок коронавируса, который нас заебали, не со статистики свободных коек, а чтобы начинали мы их со списка задержанных, кто в каком ОВД, и есть ли ещё места в ОВД. Можешь что-нибудь такое намутить, чтобы был просто небывалый просто протест по всей России. Вот, он скажет, что вы что, ебанутый, сейчас вообще вся зима, сейчас ещё плохая погода, сейчас такая общая апатия. Ребята, извините, это невозможно. Ты как-то говорил уже, что Алексей Навальный делает много важных вещей, поэтому, грубо говоря, чей он, не важно. Правда, не важно? Ты никогда даже не задумывался об этом? Пока Алексей Навальный не допущен к президентским, пока он там не принимает участие, пока он выражает намеренно, я хочу там стать президентом, но его не пускать, нет возможности. Обсуждать какие-то моменты совершенно бессмысленно. Меня этот вопрос не волнует, потому что сегодня у Навального нет никаких инструментов для того, чтобы как-то там навредить потенциально, если мы рассматриваем его, что он какой-то агент чего-то влияния. Я смотрел, когда ты рассказывал про Фургала, что ты заинтересовался, что там такое вообще происходит, почему люди его так любят, что ты начал гуглить и так далее, и сам начал тоже проникаться. Вопрос. Да. Если ты допускаешь, что он действительно заказывал какие-то убийства, это не ставит стоп на дальнейших в целом размышлениях о том, он хороший человек, его можно любить или нет? Для меня это очень серьезный вопрос к человеку, который хочет прийти к власти. Стоп-не-стоп, к сожалению, приходится часто выбирать из двух зол. Если перед тобой будет сидеть два убийцы, мы будем выбирать из тех, кто убил меньше людей, правильно? Ну вот у тебя сидит, ты берешь бюллетень, а у тебя там Саша и Маша. Оба серийных маньяка. Два гандона, два сидела, два говната. Это довольно вероятная ситуация. В большинстве регионов абсолютно так вот выборы и проходят. То есть ты реально смотришь и думаешь, какое говно меньше пахнет. Я пока немного оставлю эту тему митингов и Навального. Мы не только об этом сегодня в конце концов будем разговаривать. Ты очень много путешествовал. 114, по-моему, стран, не ошибаюсь? 114 ты считаешь? У тебя есть приложение вот это, которое считает твои страны? Больше, гораздо больше. Гораздо больше? Да. Но у Лебедева ты проиграл спор. Да. Сотку евро выплатил? Долларов. Долларов? 100 тысяч долларов, мужик. Это же очень много. Мы договорились, во-первых, на небольшую скидку, потому что я вышел раньше. То есть я когда понял в определенный момент, что я не готов дальше спорить. Я раньше вышел из спора, признал поражение до финиша и с небольшой скидкой мы этот вопрос решили. Да. Лучшее место на планете, где ты бывал? Есть разные страны. То есть есть страны, если ты мне скажешь, слушай Илья, куда классно поехать там тусануть с друзьями на выходные? Ну не-не-не-не. Вот я тебе говорю, ну поедем. 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 Да. Я же тоже езжу с разными целями. У тебя есть вот настроение? Ты хочешь, я говорю, поехать там с друзьями потусить выходные? Ты едешь куда-нибудь, я не знаю, там в Лондон, в Амстердам, в Берлин и там вкусно ешь, нормально пьешь, гуляешь, наслаждаешься. А потом у тебя есть запрос на какие-то приключения, есть запрос на какие-то новые эмоции. Ты такой, блин, поеду куда-нибудь в Африку, или поеду в Афганистан, в Ирак, еще куда, какую-нибудь войну, революцию, конфликт. Поеду за впечатление. У меня были ситуации, когда перед нами убивали человека в двух метрах от меня. Это где было? Это было на Майдане в Киеве. В двух метрах от тебя? Да. Стоял человек прямо в голову. И получил пыль в голову. Да, такой звук, как арбуз лопается, когда режешь. Вот. Но, может быть, это какая-то профессиональная деформация. Ты подошел ближе, чтобы распределять тебя? Ну, не подошел ближе, но там, когда у тебя там стреляют, и когда ты видишь, ты заходишь в эту гостиницу, по-моему, как она называется, или Москва, как раз на Майдане незалежности, и у тебя весь этаж завален трупами. То есть, они просто простынями накрывают, и у тебя постоянно их там несут. Вот. И ты понимаешь, что у тебя идешь, у тебя везде там кровь. У тебя там реально убивают людей. Ты слышишь, эти выстрелы постоянно. Когда идет эта стрельба, и ты понимаешь, что что-то как бы... Но кто-то там в ужасе убегает, а у меня совершенно спокойная реакция. То есть... Тебе не страшно от того, что тебе не страшно? Мне не страшно вообще. Что тебе не страшно? Что это типа... Мне не может быть... По мне это не вызывает таких эмоций, как у нормального человека. Смотри, представь, у тебя вот онемела рука, и ты не чувствуешь, там вот, горячее или холодное. Ты можешь взять обжечь, но ты этого не почувствуешь. Значит, так было не всегда. Да? Так было не всегда. Не, ну естественно, какие-то страхи-то они там все равно есть. Но... Я имею... Ты знаешь, я, например, какую-нибудь там... Вот, зубного я боюсь... Вот, у меня вот есть, я вспомнил, там, у меня есть страх. Страх зубного, да, вот. Страх зубного у меня есть. Но в целом, вот, именно в таком бытовом каком-то плане, у меня, конечно, чувств страха нету. Оно у меня как-то атрофировалось или еще что-то, и... Поэтому вопрос, не страшно ли мне, он не совсем корректный. Нет, не страшно. Лучшее изобретение человечества, на твой взгляд? Все изобретения хороши, но... Мне все-таки кажется, это должна быть медицинская история, которая позволила нам... Не болеть и... Не мучиться и вести достаточно комфортно сегодня образ жизни. Я все время, вот знаешь, так вот с ужасом... Когда ты смотришь какие-нибудь там фильмы, да, старые или еще что-то, И ты понимаешь, что у человека там грибок там, или там зуб заболел. И он умирает от этого. Да, и он мучается, и, ну, ему никто не может там помочь. Я вот сейчас был, опять же, в Африке, там, в племенах, которые ведут такой, ну... Просто средневековый образ жизни. У них нет вообще ничего, ни связи, они не грамотные, ни медицины, ничего. Вот, и ты идешь и видишь, что они просто все больные. То есть там больные дети, больные там взрослые. Ты видишь там женщину, у которой там опухоль груди. И ты понимаешь, что она в ближайшие полгода умрет в адских там муках, болях. А никто даже не сможет это диагностировать. То есть никто даже не поймет, что это такое. Потому что они не знают, что такое там опухоль. Они не понимают, как ее можно там просто прооперировать и спасти ей жизнь. То есть она просто будет умирать даже без обезболивающих. Она просто будет умирать в страшных муках, и все. И на этом история закончится. И что ты видишь детей, которым можно дать просто курс таблеток там за 2 доллара. И вылечить их от этих там паразитов. И они будут вести гораздо там, ну, более качественный образ жизни. Поэтому, конечно, ну, лекарства в современной медицине, мне кажется, это очень важная история. Тачка, ты водишь? Вау, я вообще ненавижу с этой ердю. Ты не водишь? Ты ненавидишь эти вопросы или что? Нет, у меня нет машины. Я видел видео, где ты просто был за рулем. Вы попросили, чтобы я был за рулем. Я подумал, у тебя нет тачки сейчас. У меня нет машины вообще уже много лет. Раньше у меня было много машин. Я раньше был таким же мажором, как ты. Я менял тачки каждый раз в год. Я помню такой период, когда мне было, по-моему, 20 лет. И я жил с пониманием того, что приличный человек должен менять машину раз в год. Чего? Если ты раз в год не меняешь машину, то ты просто последняя лошадь. Середина нулевых. Я не знаю, сколько тебе лет тогда было. Середина нулевых, но мне было лет 13. Ну, я был чуть постарше. Вот, где, кстати, был клуб, как он назывался? Забыл, как он назывался, но был модный клуб. Вот, и... Приезжал сюда на тачки. Да, приезжал сюда на тачки. Это как примерно сегодня, знаешь, некоторые люди живут, что ты должен раз в год менять айфон. Выходит, но ты должен его покупать. Вот кто-то ходит со старым, а кто-то, как ты, постоянно берет самый топовый себе, самую топовую трубку. Я видел твой, я видел твой. У нас тут роллинг пошел. Кто-то берет самую топовую трубку, потому что у тебя должна быть какая-нибудь сумка из последней коллекции. Уже из прошлой западлона себе. Я 15 лет назад жил примерно вот с таким ощущением, что у тебя должны быть самые топовые тачки, что, конечно, нельзя второй год ездить на той же самой машине, надо ее менять. Вот это сильно, конечно, было. Окей. Но уже давно я... Что перечелкнуло, и ты подумал, что это все... Слушай, ты знаешь, наверное, когда я просто понял, что я добился, я сам себе доказал, что я могу купить себе любую машину, я могу купить себе любые шмотки, и я просто потерял к этому интерес, и понял, что мне достаточно, что у меня будут джинсы одной модели, 5 футболок, кроссовки и все. То есть у меня сейчас нет в плане каких-то вещей, я совершенно человек абсолютно равнодушный. У меня сегодня нет костюма, у меня нет туфлей, ботинок, вообще нет. То есть меня завтра позовут на какой-нибудь прием. На GQ? Да. Тебе придется арендовать. Я один раз арендовал смокинг, когда на красную дорожку в Канн, на Каннский фестиваль, обязательно надо было быть в смокинге. Один раз в жизни я арендовал. Но иногда меня периодически приглашали на какие-то мероприятия, где какой-то есть дресс-код. А я понимаю, у меня даже нет, у меня реально обуви, кроме кроссовок, нету вообще. Мне надо, наверное, пойти в магазин когда-нибудь и купить себе ботинки. Я переживу, вот если меня хоронить будут в гроб, там ножки накроют, наверное, полотенчиком. Потому что кроссовка как-то хоронит, наверное, не кто-то. Я не знаю, покойников обувают или нет? Я не знаю, кстати, вроде да, было бы странно. Мы начали говорить про машину. В общем, у меня нету машины. Сейчас нет тачки, которую бы ты хотел. Я не хочу машину вообще никак. Я пользуюсь каршерингом. Когда мне надо порулить, я периодически, несколько раз в неделю, я беру каршеринг. И с комфортом еду на нем, испытывая при этом стресс. Я очень люблю находиться за рулем. Я постоянно переживаю. Мне очень некомфортно. И я прямо вот даже сейчас, видишь, я нервничаю. Я начал себя так нервно вести. Так, ладно, окей. Давай о более приятной теме. Друзья, напомню, что Илья Варламов дипломированный архитектор. И как дипломированный архитектор, можешь ли ты посоветовать хотя бы пару книжек, чтобы, знаешь, людям понять азы архитектуры? Ну, вот что почитать, чтобы немного быть в теме? Смотри, есть классная книга, ну, прямо чтобы понять азы, давай посоветуем. Я бы советовал почитать хорошая книга у Сергея Чобана, это замечательный современный архитектор, который много интересных проектов делает в Москве. И у него есть книга, по-моему, 70 на 30 называется, про стили в архитектуре, где он очень, она написана в соавторстве, не помню с кем, и он очень неплохо там рассказывает про разные стили, с античных стилей там до современных. Ну, это как минимум для того, чтобы начать вообще разбираться, где какие стили, что такое современная архитектура, что такое там историческое и, ну, вообще, как все это дело устроено. Вообще архитектуру надо смотреть, архитектуру надо смотреть. Есть такой замечательный сайт, называется archdaily.com, и это такой главный блок СМИ архитектурный, где публикуются неплохие проекты преимущественно. То есть там публикуется хорошая архитектура. И вот я советую, опять же, когда вы куда-то едете, просто ты заходишь на этот сайт, я так сам действую, вбиваешь там город, в который ты едешь и смотришь последние проекты, последние там новые здания, которые там построены. Дальше отмечаешь их на карте и просто едешь в этот район и смотришь, что такое хорошая архитектура. Вот то, что публикуется на Archdaily, это примерно на 90% качественная архитектура, то есть выше среднего. И можно тем самым воспитывать свой архитектурный вкус и как-то прокачиваться. Ты видел, ладно, то, что внутри, наверное, не факт, что так, но снаружи. Как тебе дворец в Геленджике с точки зрения архитектуры? С точки зрения архитектуры, это довольно такая, ну скажем, слабая постройка. Почему? Как бы тебе объяснить? Ну, она слабая, во-первых, идеологически. То есть мы видим, это такой вот рублевский стиль, когда заказчик диктует архитектору, то есть он берет себе придворного архитектора, который такой без своего мнения. То есть архитектор, который без творческих амбиций. Это сразу идет конфликт, потому что архитектор же профессия творческая, профессия амбициозная. То есть архитектор, он должен обладать определенными там амбициями, он должен хотеть как-то оставить после себя след. Изменить город, мир. Ну конечно, да, ты должен как-то прославиться. Это как режиссер, да, ты можешь снимать великое кино, а можешь снимать какие-то корпоративные там ролики. Вот, я думаю, так понятна аналогия. Архитектор, кто строил этот дворец в Геленджике, это такой чувак, который делает корпоративные ролики. Которому просто нужно заработать бабло, который готов засунуть свое там, если у него есть творческое начало, задавить его, задушить на корню. Ну конечно, где-то он там что-то там выебнется и скажет, слушай, ну смотрите, какой красивый я здесь портик с колоннами там запиздлять сейчас. Ну в принципе он, конечно, это... Ты больше это самое, не выебывайся. Это история не про творчество. Что там плохо? Там плохо вообще само вот это вот заигрывание, такое вот извечное наше, знаешь, русское обращение к итальянским, французским этим стилям. Если ты посмотришь там и мебель, и сама архитектура, такие вот отсылки к 17-19 векам Франции и Италии, вся вот эта вот история. Такое вот преклонение перед западом. Это попытка доказать, может быть, через архитектуру как-то придать себе какой-то авторитет, значимость, да, вот что. Смотрите, я где-то это видел, я видел это в книжках, вот так вот жили там все короли и вот у меня сейчас будет там нечто подобное. На эти деньги, ну я хочу просто напомнить, да, что там говорят вроде 100 миллиардов, не знаю там 100, не 100, но деньги довольно большие. На эти деньги те же самые арабы построили Бурж-Халиф, весь этот комплекс. И сделали просто главную очень мировую достопримечательность, которая в итоге там принесла кучу бабла в страну, прославила ее, стала одним из самых главных очень мировых символов, их доминант. А у нас на эти деньги построили какую-то раздутую рублевскую дачу, которую даже будет в будущем стыдно на экскурсии возить. Вот, хотелось бы конечно, что если появляется заказчик, у которого есть настолько неограниченные ресурсы и так далее, чтобы все-таки эти деньги использовались как-то эффективнее, чтобы мы там, к примеру, под Геленджиком увидели суперпроект одного какой-нибудь звезды мировой архитектуры, я не знаю там, постера студии Захи Хадид, Рэма Колхаса, или какой-нибудь просто звезды мировой архитектуры, которая вошла бы во все учебники, печаталась там на обложках там всех журналов, и чтобы все просто охуевали, ничего себе, вот в России запиздячили, просто какое-то новое там чудо света, и всем, я думаю, даже по большому чуду было бы, я говорю, не внутри России там, а внешне, все равно кто там это что строил. Ну как вот, знаешь, там арабы построили эти насыпные острова, все такие, охереть там, пальмы насыпные там, заебись. А у нас, то есть видишь, при том они даже построить не могут, как показывают, сколько, 15 лет они строят этот дворец, и до сих пор идет ремонт. Ок, ты сказал про арабов, у них есть такой, ну по крайней мере есть такой стереотип про их стройки, что они хотят все самое большое сделать, да, в том числе этой бурш-халифы, по-моему, что-то хотят еще больше сейчас построить. Ты что думаешь об этом? Это очень круто, это очень круто, да, абсолютно, слушай, это очень правильно они это делают, все смеются над арабами, потому что, хи-хи, у них, наверное, маленькие пипички, хи-хи-хи, а у нас большие пипички, поэтому мы нихуя не делаем, они что-то делают, блядь, с маленькими пипичками там, вот. На самом деле, то, что делают арабы, они делают очень правильно, они суперграмотно инвестируют деньги, они создают новые чудеса. Нужно понимать, я же не просто вспомнил там бурш-халифа и другие там чудеса, которые они делают, нужно понимать, что у них не было вообще ни хера, у них была там пустыня. Они понимают, что для того, чтобы привлекать туда народ, для того, чтобы привлекать там туристов, для того, чтобы как-то вообще занять свое место на этой карте, да, у тебя что-то должно быть, у них нет великой культуры, у них нет там великого прошлого, у них нету никакого там даже великого настоящего, нужно что-то делать, и они делают, они буквально сегодня херачат чудеса, которые их прославляют, которые становятся точкой притяжения для людей во всем мире, которые становятся отличной вообще рекламой их режимов там и все остальное, и все, ну, в итоге, да, все едут в Дубай, никто не едет в Оренбург, извини меня. И если ты посмотришь на ту же самую Москву, сейчас я спрошу, слушай, а какие в Москве есть достопримечательности, новые достопримечательности построены за последние там 20-30 лет, достопримечательности новой России. И ты так посмотришь по сторонам и поймешь, что их крайне мало, да, там они, например, в Москве где-то начинают появляться, скажешь, ну там парк зарядит, можно сходить посмотреть, ну хорошо, да, но это так, это все равно мелковато. Вот, а новой достопримечательности-то нету, все смотрят, там сталинские высотки есть, там сталинское метро есть, да, вот какие-то там исторические там кварталы, вот за Москворечье еще что-то есть, Воробьевы горы там, вид там все есть, а с новыми достопримечательностями реально очень и очень грустно, да, мы не умеем их создавать, мы не умеем создавать новые точки притяжения. Мне очень понравился ваш разговор в Кудже у Тимура и Андрея, и в частности там был момент, где вы говорили про то, что, ну скажем, архитектура рядом, она воспитывает человека и воспитывает вкус. Да. Ну тебя среда воспитывает, вкус же надо как-то воспитывать, ты, все, что тебя окружает, музыка, всякие вот визуальные образы и все остальное, оно тебя может даже как несознательно, оно тебя воспитывает. Ок, ты живешь в дерьме, ну скажем, да? Плохо, очень грустно. Что делать, чтобы с детства воспитывался вкус? Ну смотри, если ты прямо совсем живешь в дерьме, ходить в церковь, не шутка. Потому что реально... Говорит противник церкви. Я говорю противник церкви конститута, но никак не с точки зрения эстетики. Ведь по большому счету церковь это была всегда самым красивым, самым богатым зданием в деревне, в селе и так далее, если уж совсем хочешь воспитать вкус. Среда, она как ребенок учится говорить, да? Ему же в начале никто не объясняет, что там, какое слово значит. Он просто, его незамутненный мозг, он просто впитывает все звуки, которые он слышит. А дальше он как-то интуитивно вдруг бац, и понимает, какое слово там, что значит. Вот он как-то туда-сюда-сюда, и у него начинает складываться этот пассиент. И он начинает говорить сначала папа-мама, потом хочу, потом купе, потом бла-бла, и понеслось. И ты сам не понимаешь, как это чудо вообще происходит. Вот я действительно чудо. Понятно, как взрослым тебе говорят, учи, транскрипция, времена, еще что-то. А ребенок, которому никто вот так вот не... просто слышит и начинает говорить. То же самое и со вкусом. Смотришь на эти здания, смотришь на эти окна, на пропорции, на цвета, на гармонию, сочетание различных элементов. И у тебя действительно воспитывается вкус. А если ты видишь вокруг одно говно, то, конечно, ничего в тебе не остается, ничего в тебе не воспитывается. Потом начинаешь слушать Толю Бузову, и твоя жизнь идет по пизде. Ты умираешь, ты умираешь духовно, а потом умираешь физически, и все это очень грустно. А ты участвовал в такой дискуссии на телеканале Спас со священником. И в частности ты там сказал, что тебе не нравится этот институт, что РПЦ тебя в целом как организация не устраивает. Кто бы ты сделал, если бы ты был мэром города с церквями? Проблема же не в церквях. Я совершенно нормально отношусь к религии и к тому, что люди ходят в церкви, получают от этого какое-то успокоение, уверенность, приходят к просветлению и становятся там лучше. У меня вообще с этим нет никаких проблем. Я очень люблю церкви, мечети, синагоги, особенно с точки зрения архитектуры. Синагоги меньше, потому что хороших синагог, к сожалению, нет. Ну вот мечети и храмы, особенно вот, ну и в принципе православные храмы, то что в Европе делают, там просто более такой современный подход. У нас консервативная церковь. Вопрос к религии, то есть как мэр с церквями не делал бы ничего. Но если бы какой-нибудь там главный поп в моем городе заявил, что кто-то с помощью молитвы излечился от СПИДа, я бы вышел бы и сделал бы заявление, что дорогой товарищ поп, у нас вот есть специально для вас статейка в Уголовном кодексе, вот, за всякую вот эту вот лженаучную, вредную и опасную херню, как у нас же есть, это за фейки насчет коронавируса. Да, по сути это фейк нес. Вот, поэтому если вы сейчас не выпустите это опровержение, вы будете вот где-нибудь в колонии проповедовать медведям и диким енорам. В свете этого хочется с собой поболтать про Москву, да так, про Москву будущего. Илон Маск как-то говорил, что, например, в летающие машины он не верит. Потому что, с точки зрения просто психологии человека, ну это будет вечный нерв. Стресс, что, блядь, там что-то летает над головой. Никто не позволит, чтобы на тебя на голову что-то летало. Да. Абсолютно. Ты тоже думаешь, что это невозможно? Невозможно. 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 Даже дроны, даже дроны, ну во-первых, надо понимать, что с точки зрения техники, вот технически, ты не можешь сделать тихий летательный аппарат. Ну, если это не какой-то там планер, который парит просто в потоках воздуха. То есть, любой двигатель, к сожалению, сегодня, на сегодняшний момент, он издает шум и довольно такой серьезный шум. Поэтому невозможно себе представить, чтобы даже если завтра у тебя появится какая-нибудь там дрона доставка, чтобы просто сейчас у тебя под окном шумело хотя бы одновременно три дрона постоянно. Ну, ты просто люди начнут отстреливать. А летающие машины, ну, это полнейшая хуйня. Не работает и никогда она работать не будет. Ну, при нашей жизни я абсолютно уверен, что люди это не позволят. То есть, фильм «Пятый элемент»? Ну, невозможно. Ну, конечно. Ну, как ты себе представляешь? А это не дело привычки? Ну, когда-то люди реагировали так же на автомобиль? У людей есть запрос даже сегодня. Реагировали же так же на автомобиль? О, это что такое? Да. Сегодня, если ты посмотришь последние тренды, люди поняли, что вот эта вот технологичная вот эта вот урбанизация, все вот это вот развитие, там, вот эти вот машины и так далее, что это супер негативные факты, которые никого не устраивают. И сегодня все города, самые передовые современные города, они развиваются по принципу возвращения опять к природе. Люди убирают машины как можно куда-то, с глаз долой, их убирают там под землю, в тоннели, сужают дороги, высаживают деревья, делают какие-то преграды, просто чтобы там все говно не видеть. Люди сносят эстакады, возвращают бульвары. То есть, если раньше там машины, дороги, бетон и асфальт завоевывали города, то теперь идет совершенно обратный процесс, как, знаешь, вот человек в свое время слез с дерева и начал строить города, то теперь человек начинает города обратно разрушать и возвращаться обратно на дерево, обратно в свою пещеру, в свою нору, потому что природа человека, она такая, чтобы ты сидел на дереве. И психологически тебе комфортно, что бы ни происходило в твоей жизни, тебе комфортно, где? На природе. Ты хочешь пойти в горы, ты хочешь поехать в Исландию на водопадик, ты хочешь, чтобы у тебя вид был из окна на лес, это природа и миллионы лет эволюции не смогли это убрать. А какие-то там пару сотен веков вот этого стремительного прогресса точно не поменяет природу человека. Возможно, через еще миллионы лет человек эволюционирует до того, что он будет кайфовать от летающих машин, хотя бы от проезжающих машин. Но при нашей жизни это 100% не произойдет, люди будут 100% делать все, чтобы вот этот вот технологичный мир вокруг нас как можно скорее исчез, и мы опять оказались в лесу на дереве. В Москве, да и вообще в России в целом, когда прилетаешь куда-то, ты в аэропорту, ты идешь на выход, и вот эти люди, которые... Такси, 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 такси. Это же мафия. Да. Чего не борются с этим? Беспредел. Беспредел уже проявляется, это то, с чем мы начинали, он уже проявляется не только в... Я просто уточню, это же просто мошенничество и обман. Есть сервисы, которые готовы отвезти человека за тысячу рублей, и люди, которые обманывают вот эти на входе, говорят за три тысячи и погнали. Но это коррупция, это коррупция, слушай, ты же прекрасно понимаешь, что если поставит цель перед собой там полиция навести там порядок, они этот порядок вообще без проблем наведут. И если поставить цель там директора аэропорта с этим разобраться, он возьмет и разберется, как это сделали во многих других странах. То есть это же не то, что какая-то неразрешаемая ситуация. Да, ты приходишь в Амстердаме и там Тесла стоят. Я охренел. То есть у меня был культурный шок. Я много где был, но я просто, что Тесла, такси Тесла. Да. Ну, кстати, давай сразу скажем, что Тесла это самая уебанская машина в плане такси. То есть просто придумать что-то менее удобное просто невозможно. Я когда прилетаю в Амстердаме, никогда в эту Теслу не сажусь. То есть там можно сесть только один раз, сделать фоточку и сказать друзьям, смотрите в Амстердаме такси Тесла. Но ездить на ней на машине, где нет ручек, где нет комфортных сидений, подстаканничка. Там нет ручек? В Тесле нет. Ну, хоть на хера в Тесле ручка. Даже Тесла должен страдать. По городу. Дальше. 360 рублей. 360? 380. Парковка. Да. Ок? Или это дорого? Цена парковки, она должна быть ровно такой. чтобы не было очереди, чтобы не было дисбаланса спроса и предложения. Мы взимаем какую-то цену за дефицитный ресурс, который в центре города является парковка. И парковка может стоить и 1000 рублей в час, и 3000 рублей в час, и миллион рублей в час. Она должна стоить ровно столько, чтобы не было дисбаланса спроса и предложения. Мест мало, места должны быть. В Сан-Франциско у них есть вообще очень интересная аукционная система. Насколько я знаю, технически они ее слишком рано ввели. И, насколько я знаю, сейчас она их не прижилась, поскольку когда они ее уводили, не было нормальной возможности это организовать. Они сделали аукционную систему, потому что у тебя в масштабах квартала должно оставаться одно место. Если ты приезжаешь утром, и у тебя все пусто, ты ставишь, к примеру, за 10 центов. Приезжаешь чуть попозже, у тебя 50% места, у тебя уже место стоит доллар. А если ты приезжаешь последним, у тебя последнее место всегда должно быть свободным. То есть, чем меньше у тебя остается места, тем дороже они стоят. Это будет стоить 5 долларов, 10 долларов. И последнее место будет золотое, потому что совсем ты хочешь встать, встанешь на золотое место. Для того, чтобы место всегда было, чтобы ты не кружил и всегда мог припарковаться. Совершенно большоество, это рынок. Некоторые места в центре Москвы настолько загружены, там настолько большой спрос на парковку, что парковка стоит 380 рублей на парковку. Бюджет Москвы на 2021 год, я прочитал, 3 триллиона рублей. На что уходят вообще эти деньги? Очень много дорогих проектов, которые происходят непосредственно в Москве. Это проекты инфраструктурные, там метро строится, все эти развязки, эти сумасшедшие дороги, все то, что они делают. Довольно дорогостоящие проекты. Все эти бесконечные фестивали варенья, печенья, пир во время чумы, новогодняя иллюминация, еще больше лампочек, еще больше всего. Очень много таких дорогих инфраструктурных проектов. Относительно регионов, есть регионы, которым Москва помогает. Это же такие крохи с барского стола. Ну, я не знаю, к примеру, там Севастополь, Москва реконструировала там несколько улиц, большую морскую, по-моему, и еще какой-то там парк. То есть, Москва периодически делает всякие подарки. Часто в регионах можно увидеть там старый транспорт московский. Отдают эти трамваи, троллейбусы. То есть, да, у Москвы неприлично много денег. Что останавливает, скажем так, людей выходить на митинги, учитывая вот этот фактор, знаешь, зарплаты в регионах. Это же просто катастрофа. 15-20 тысяч. Ну, во-первых, как показывает практика, чем люди беднее, тем больше они зависят от власти. Потому что, во-первых, им психологически очень хорошо, они чувствуют эту вот черту, когда совсем жопа, и они заняты там тем, что, в буквальном смысле, выживают. Они думают, как им отдать кредит, как им дотянуть до зарплаты и все остальное. И в быль жизни, то есть, если, я не знаю, ты завтра потеряешь там все источники своего существования, для тебя это не будет, скорее всего, концом света. То есть, если есть какие-то накопления, у тебя есть какие-то друзья, ты спокойно скажешь, да, и хер с ним, и пару лет, ну, я уверен, там, браслет этот продаж, твой золотой кортье с бриллиантами, вот, и пару лет сможешь там тусануть где-нибудь на Бали или в Таиланде. Пару лет вряд ли, но в целом... Ну, тем не менее, для тебя это не будет трагедией. У тебя, скорее всего, есть какие-то друзья, у тебя, скорее всего, есть, не знаю, там, родственники, какой-то жирок, еще что-то. То есть, ты вопрос как-то решишь. Какого-то мнения, конечно... Ёлки. Ёлки, да. Вот эта фраза про то, что ёлки продавать выгоднее, чем героин. Героин. Да, давай. Что там за маржа такая? Как делается ёлочный бизнес? Смотри, ёлочный бизнес, на самом деле, ну, это такая шутка выгоднее, чем героин. Это высокомаржинальный бизнес, но он очень рисковый, потому что спрос по какой-то причине, я вот уже шесть лет этим занимаюсь, спрос супер непостоянный. И, в отличие от других проектов, сложно что-то планировать, а ты должен, условно, заказ на ёлки, ты должен размещать в конце лета где-то. То есть, август, сентябрь, ты уже договариваешься с плантациями, ты уже бронируешь тебе какие-то ёлки, ты уже оформляешь все эти документы. Причем, я правильно понимаю, это датские и американские. Сначала ты продавал датские, потом американские. Нерусские ёлки. А в России нет ёлок. Ну, тех ёлок, которые мы продаем. Мне неинтересно, то есть, поскольку мы продаем ёлки онлайн, ты не можешь онлайн продавать простую русскую ёлку, которая стоит там 500 рублей. Из-за того, что у тебя доставка стоит 1000. Чтобы тебе домой ёлку привезли, тебе нужно... Русские ёлки покупают на ёлочном базаре люди, они идут и покупают там русскую ёлку. Потом... Ну, это... Ты там денег не заработаешь. Это совершенно другая история. Мы продаем лучшие ёлки, которые только есть на рынке. Это пихты фрейзера. Как раз, американская порода. Самые красивые ёлки в мире. В России они, к сожалению, не растут по разным причинам. Ну, в первую очередь, климатическим. Ты куда-то инвестируешь? Я инвестирую. Я инвестирую, у меня есть, ну, по, конечно, криптовалюты. Слушай, у меня там входил, выходил, потом там... У меня там, ну, помимо биткоина, ещё куча там разных инструментов. То есть... Ну, такая довольно интересная тема. Я делал там разные ролики. Так, ты инвестируешь сам или у тебя есть брокер, что ты даешь деньги? По крипте, когда я и занимался, когда это было можно делать. Конечно, но я сам занимался. Сам? Да, но у меня есть какое-то количество друзей, кто в этом разбирается. Понятно, там, с кем-то советуюсь. Ну, конечно, делал сам. Чё, куда ещё? Доллар, евро? Есть у меня такие довольно консервативные, там, по акциям истории. Ну, прям вот такие совсем консервативные. Типа в длинную? Да. То есть там... Ну, там доходность где-то, может быть, 10-15% в год. В долларах. В долларах. Вот. Но это довольно консервативная история. Что посоветуешь по поводу, знаешь, финансового... Какой-нибудь финансовый совет? Вот так. Финансовый совет? Да. У тебя, очевидно, есть такая... Жадность порождает бедность. Вот это мой главный совет, да, то, что жадность порождает бедность. Это хорошая фраза. Форс, в 19-ом году сообщил, что ты заработал 115 миллионов рублей. Ты долларовый миллионер? Юрий Дудь, сколько ты зарабатываешь? Хочешь сказать... Миллион баксов. Есть у меня миллион долларов? Да. Да, есть. Круто. Не, ну миллион долларов не так много. Это сколько? Это 70 миллионов рублей. Да, круто. Твоя жизнь поменялась в какой-то момент? Да, смотри, я тебе могу сказать, что... Миллион долларов я... Свой первый миллион долларов, давай так вот... Свой первый миллион долларов я заработал... Ну, 20... До 20 с чем-то. 25, может быть, 27. Вот. И... И... Тогда это было... Курс был 27. 27 рублей за доллар. Это было до вот... Кризиса вот всей этой хуйни восьмого года. Вот. Это был, да, конец нулевых. И это никак не связано там ни с блогом, ни с чем, да. То есть я... Это на 2 в кубе? Да. Да, я занимался бизнесом. У нас был довольно успешный бизнес. Собственно... Был. Я читал, что теперь этим занимается твоя жена. Этим сейчас... Ну, я непосредственно этим не занимаюсь. Ну, и сейчас это уже не такой успешный бизнес. Угу. Сейчас... Уже не те времена. Просто тогда, когда мы это начинали, мы были единственными на рынке. 22 года, да. Да, я смотрю... Мы... Смотрел, ты купил Lexus. Купил квартиру высокую. Ха-ха-ха. Я говорю, видишь, я был таким мажором. Попрал всякую хуйню. Ну, ошибки молодости, да. У тебя 25, ты зарабатывал. Ты заработал своим лям, долларов. Ты подумал, что... О, ребятки. Кто здесь платит? Ну, да. Ну, конечно. Слушай, я смотрю на себя в то время, конечно, я был таким... Ну, не очень приятным человеком для самого себя. О, правда? Да. Ну, у меня было вот это вот то, что я сейчас очень не люблю в людях. У меня был вот этот... Тщеславие, да. Ну, как-то, да, надо было показать. Какие-то шмотки. Какие-то вот тачки. Какие-то... Ну, совершенно не те ценности, которые у меня есть сейчас. И не те ценности, которыми можно гордиться. Ну, это я воспринимаю просто как-то, что я был глупый. Молодой, глупый, да. Это нормальный период, скажем. Да. То есть, хорошо, что я его прошел сейчас. Вот. Да, и сейчас у меня нет ни Lexus, ни квартиры высотки. Ты сейчас уже думаешь по правшинству лет, что те ценности, которые для тебя были важны, не имели никакого значения. Я помню, мы проехали на машине по пешеходной зоне около Третьюховской галереи. И нам было пофиг, потому что мы понимали... Люди, с которыми я был, они понимали, что они сейчас решат все вопросы. Это был, конечно, полнейший зашквар и пиздец. Ты первый, кто сейчас вообще эксклюзив. У тебя появились тогда, знаешь, такие друзья, которые... Да, с которыми я сейчас никак в жизни не общался. Ну, конечно. Конечно, там были совершенно отдельные люди с отдельными ценностями, но это вообще другая история. То есть, это не имеет никакого отношения к тому, какой я сейчас человек. Я хотел вернуться к теме Алексея Навального. Да. Ты с ним не в самых простых отношениях. Есть мои личные отношения, которые касаются многих личных моментов. Почему там, условно, мы друг другу руку не жмем друг другу и... Вы не жмете друг другу руки с Навальным? Нет, нет, нет. Почему? Мы с ним не общаемся с... Ну, уже вот сколько лет? 8. Вообще никак. Вот даже так? Ты подписан на него в Инстаграме, но вы не общаетесь? Да, да. Ну, у нас никаких нет ни личных связей, ничего. Потому что по какой-то непонятной мне причине Алексей много раз совершенно некорректно и не всегда порядочно вел по отношению к близким мне людям. И у нас было много личных всяких конфликтов по поводу разных всяких моментов. Я не знаю, с чем он это делал, но вот как... Еще раз. Лично у нас все довольно прохладно. Ты в частности про кацца? Ну, и про кацца там и про других людей. Это просто сейчас не имеет никакого отношения, потому что мы же защищаем не Алексея Навального как человека, да? Который, типа, вы знаете, что-то... ну, человек он так с говнецом, поэтому и хер бы с ним. Мы защищаем сами себя, мы защищаем наше будущее, мы защищаем возможность заниматься оппозиционной политикой, независимо, без угрозы какого-то уголовного преследования. Мы защищаем наше право там на честные выборы, на мирные собрания, на все остальное. Которое сегодня вот в лице Алексея Навального вот так вот получилось, что эти права попираются, нарушаются и... Навальный же правильно говорит, вы выходите не за меня, выходите за себя. Вот у него была такая хорошая фраза, да, где он говорит, что... Моя жизнь там, за нее там и трех копеек не дадут, ну это точно, да, но... Да, да, да. Выходите не за меня, выходите за себя. И ты личное просто задвинул. Ну а причем с личное, еще раз, причем с личное? Потому что я прекрасно понимаю, что если общество сегодня позволит сожрать неугодного политика Алексея Навального, не потому что, еще раз, его же судят и преследуют, не потому что он какой-то преступник, не потому что он совершил какие-то преступления, а потому что человек занимается независимой оппозиционной политикой. За это его преследуют, за это вот ищут до чего его доебаться и за это его преследуют. И что если общество позволит преследовать людей, которые занимаются там независимой оппозиционной политикой и позволит судить их по беспределу, то завтра они придут ко мне, они придут к тебе, потому что там что-то не понравится, да, и завтра мало не покажется никому, поэтому, конечно, ну нельзя это позволять. Я с удовольствием готов бороться с Алексеем Навальным на выборах, на дебатах, в какой-то свободной дискуссии спорить разные идеи. С удовольствием готов его хуесосить, когда он что-то пытался рассказать про одноэтажную Россию и что-то про урбанистику. С удовольствием можно с ним дискутировать, какой он дурак, какую он ересь несёт и так далее. Но для этого его не надо преследовать. Если вы допустят однажды к выборам, если такое случится, ты будешь за него голосовать? Мы боремся не за выборы, на которые допустят Алексея Навального или Владимира Путина или кого-то ещё. Её нельзя придумать, потому что это очень опасная ситуация. Ты моделируешь мир, где решается, кого допускают на выборы, а кого не допускают на выборы. Мы боремся за выборы, на которые будут допущены все желающие, кто хочет принять в них участие. И эти люди будут иметь равные возможности для политической агитации. Они будут проводить дебаты, они будут иметь равный доступ к СМИ. Их сторонники во время предвыборной кампании не будут подвергаться политическому уголовному преследованию. Алексею разрешили, он смог. Замечательно, замечательно. В этот прекрасный момент, я тебе уверяю, в бюллетене появится столько прекрасных людей, о которых ты даже не подозреваешь, что Алексей Навальный затеряется на третьей странице, и ты даже не обратишь на него внимание, что он там есть. Как только в России будут честные выборы, ты офигеешь от того, сколько людей будет в бюллетене, сколько достойнейших кандидатов захотят принять участие, и у тебя появится просто потрясающий выбор. В конце такой небольшой, ну скажем, блиц. Насколько ты сейчас счастлив по шкале от 1 до 10? Восемь. Последняя философская тема, над которой ты размышлял. Что-то такое вечное, глобальное. Какого хуя? Да, Коли! Что будет, когда мы умрем? Ничего. Ничего не будет. Тебе не хочется во что-то верить? Абсолютно. Нет такого? Живешь как последний раз? Конечно. Ну, если меня спрашиваешь, верю ли я в какую-то жизнь или продолжение после смерти? Нет, конечно, не верю. А хочешь, чтобы? Нет, зачем? Ну, ты человек, у которого нет страха, я помню. Поэтому смерти ты тоже не боишься. Нет. Ну, ты можешь бояться какой-нибудь мучительной смерти, но смерть как таковой не имеет смысла бояться. Это как заснуть? Ты каждый вечер засыпаешь и проваливаешься в какой-то небытие. Ну, если у тебя нету снов, да? Да. В большинстве случаев снов у тебя нет. Ты просто засыпаешь и отключаешь всё. Ты же не знаешь, что ты проснёшься, не проснёшься. Ты же не боишься засыпать? Ну, какая разница? Это такой же сон просто, который никак на тебя не сказывается. Представь, мир, в котором... Нет, там без Навального и выборов нет. Мир, в котором всю музыку запретили. И нужно выбрать один трек, который останется. Какую песню ты выберёшь? Сейчас одна штука на штуку пафосная. Я выберу гимн России. Это было неожиданно. В спорте есть термин MVP. Самый ценный игрок. Матч или сезон в NBA, в NHL, в футболе. Кого ты назовёшь MVP планеты Земля? Ну, естественно... Я должен назвать себя, наверное, да? Ну, было бы правильно. Можно себя. Зачем врать, да? Зачем обманывать? Ну, понятно, что я первым делом подумал про себя. Потом подумал, наверное, будет как-то нескромно. А потом подумал, блядь, а какого хуя нескромно? Ну, естественно, в моём понимании, конечно, я самый важный и главный человек, который как-то ещё держит весь этот пиздец на своих плечах. Вот. И не позволяет всему этому развалиться. Илья Варламов, друзья, Илья Варламов. И, кстати, это Илья Варламов, который под всеми видео с собой пишет в комментариях, подписывайтесь на мой канал. Это не я пишу, но ладно. А, да? Это Майя. Это Майя пишет, да. Но, если что, подписывайтесь на Илью Варламова, друзья. Всё. Это конец выпуска. Всем большое спасибо, кто посмотрел до конца. Подписывайтесь, там, лайки, комментарии. Вот это всё. Спасибо тебе большое.